Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение второй книги Паралепоменон. И сегодня мы будем читать десятую главу этой книги, в которой рассказывается о воцарении Рвама и о том, как в результате неумелой политики Рвама Израиль, израильтяне отделяются от иудеи. И мы читаем с первого стиха и ниже. И пошел Рваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Иерваам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежала царя Соломона, то возвратился Иерваам из Египта. И послали, и звали его, и пришел Иерваам весь Израиль, и говорили Рвааму так. Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего, то есть Соломона, и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе. Похоже, что когда Соломон впал в идолопоклонство, надо было строить разные капища языческие, и он накладывал бремя сбора пожертвований, таких добровольно принудительных, на весь народ. И вот теперь к Иервааму обращаются с просьбой, чтобы он облегчил вот эту жестокую работу отца своего и тяжкое иго, которое он наложил на народ. И сказал им Рваам через три дня, придете опять ко мне, и разошелся народ. То есть Рваам как бы взял паузу, чтобы посоветоваться. И советовался царь Рваам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил, как вы посоветуете отвечать народу всему. То есть это люди умудреные, опытные, старцы. Они сказали ему, если ты ныне будешь добр к народу всему, и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни. Вот такой совет дали старцы. Но он, читаем далее, 8 стих, «Оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его, и сказал им, что вы посоветуете мне отвечать народу всему, говорившему мне так, обречи иго, который наложил на нас отец твой». Как можно советоваться с приятелями по игрищам, по оконным бегам? Это глупость. Царь советуется с молодыми, окружает себя ими, отвергая совет старцев, это неизбежно приведет к расколу народа Божия. И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали, «Так скажи народу, говорившему тебе отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи и нас. Так скажи им, мизинец мой толще чресел отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». Скорпионами назывались такие бичи, к окончаниям которых, к их кожным окончаниям, привязывали такие металлические заостренные предметы. И когда били таким бичом, то каждый удар, как жало скорпиона, выдергивал плоть из человеческого тела. «И пришел и Раваам, и весь народ к Равааму на третий день, как приказал царь, сказав, придите ко мне опять через три дня». Тогда царь отвечал им сурово, «Ибо оставил царь Раваам совет старейшин». Вот крайняя форма безумия советоваться с молодыми. «И говорил им по совету молодых людей так, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. А отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию, силамитянина, и Равааму, сыну Наватого». И Равааму было предсказано, что вот так все произойдет. «Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря, какая нам честь, часть в Давиде, нет нам доли в сыне Исеевом. По шатрам своим, Израиль, теперь знай свой дом, Давид». То есть дело Давида как бы разрушается неумелыми политическими действиями его внука. Посмотрим, какие есть комментарии. Прежде всего, Василий Великий. Это его трактат о смирении. «Таков был тот безумец, поистине безумец, тот, кто отвергает совет старцев. Таков был тот безумец, сын Соломонов, юный возрастом, еще более юный умом, который народу, просившему снисходительного правления, угрожал еще более жестоким, и за эту угрозу лишился царства. И за эту угрозу лишился царства. Через что надеялся показаться полновластным, через то потерял и то достоинство, какое имел. Человека делает дерзким и сила рук, и скорость ног, и благообразие тела, хотя все это истребляет болезнь и истощает время. Он не замечает, что всякая плоть – трава. И всякая слава человека, как цветок полевой, засохла трава, и цветок опал». То есть Раваам упустил свой шанс, он мог стать действительно продолжателем традиции Давида, он мог взять все лучшее от своего отца, потому что у Соломона было и хорошее, и плохое. Можно было выбирать. Но он советовался с молодыми, с такими же неопытными, как и он сам. Блаженный Августин в трактате о благодати и свободе воли пишет, «Кто только не содрогнется при мысли о приговорах суда Бога, который вершит их в сердцах даже злых людей по воле своей, воздавая каждому согласно его достоинству, сын Соломона, Раваам, отверг здравый и спасительный совет старцев, с которым те к нему обратились, не обращаться со своим народом жестоко, но удовольствовался словами сверстников своих, таких же юнцов, как и он сам. И он с угрозами обратился к тем, кому должен был говорить ласково, «Это же твой народ, ты царь над этим народом, как ты можешь вести себя дерзко?» И вследствие этого десять колен Израиля отложились от него и взяли себе другого царя с тем, чтобы воля Господня, который был оповещен и Раваам, исполнилась. И ведь сам Господь предсказал грядущую беду «И о чем же ином говорит нам Писание?» «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию, силаим, млянина и Равааму, сыну Наватого». «И все сие со всей очевидностью совершилось через волю человеческую и все же во исполнение приговора суда Господня». А возникает вопрос, а в чем тогда преступление Раваама, если это воля Господня? Нет. Постановка вопроса не совсем правильная. Господь существует вне времени и пространства, потому что Он творец материи, времени и пространства, не существует материя без пространства и времени. То есть, как вездесущий, Он присутствует в каждом мгновении времени и в каждой точке пространства. И в нем действительно все предопределено. Но человек-то не Бог. Человек существует во времени и пространстве. И свой выбор Он делает сам. Раван виновен в расколе народа Божия. А Бог, который знал наперед, что он так поступит, и принял решение передать его власть другому человеку. Это было доказание. И тем, которые сказали, нет нам части с Давидом и пошли за этим безумным Ирваамом, это другой безумец, сын Наватов, и отошли от этого безумного Ирваама, который отверг совет старцев. И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Ирваам. То есть, он потерял значительную часть Святой Земли. Правда, ему остался Иерусалим, Святой Город. И послал царь Ирваам Адонирама, начальника, над собиранием Дани, и забросали его сына Израилева камнями, и он умер. Царь же Ирваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. То есть, когда писалась вторая книга Паралепименон, ситуация продолжала оставаться еще такой же. Продолжение следует...